Здравствуйте, соучастники! Сегодня, 31 января, в суде Столинского района будет продолжение открытого судебного заседания по обвинению группы лиц по целому ряду статей Уголовного кодекса. На скамье подсудимых жителей деревни Ольшаны, Багант, Клочка, Гриб, в компании с ними Труханович, бывший руководитель Столинской районной организационной структуры Республиканского государственного общественного объединения Белорусское общество охотников и рыболовов. Однако я вкратце почитаю вам о том, что было на процессе неделю тому назад. Более подробно, скорее всего, можно будет рассказать про эти заседания после оглашения приговора суда первой инстанции. И сразу о том, что более всего на меня произвело впечатление. Галина Снюк, помощник прокурора Столинского района, зачитывала показания одного из подсудимых, которые он давал на предварительном следствии. А рассказывал обвиняемый следователю о том, как охотился. Описывал непосредственно сам процесс скрадывания и добычи дичи. И для чего-то он рассказывал это очень подробно. Идет он, значит, по охотничьим угодиям и видит лосиху с прошлогодним теленком. Или же с двумя, неважно. Прицеливается по сигалетку и лупит из карабина по задней части туловища животного. То есть стреляет лосю по жопе. Второй выстрел в шею. После этого я, в принципе, был удивлен, как этот человек оказался в лесу с охотничьим билетом и оружием в руках. Когда судья объявил перерывный обед, я вышел в коридор. В коридоре суда был опытный егерь. И я спросил у егеря, как этот удивительный альшанец мог получить охотничий билет, если он стреляет зверю в задницу. Из ответа мудрого егеря я понял, что если в наше время у тебя есть деньги, то охотничий билет себе выпрямить может даже очень недалекий гражданин. Еще заострю внимание на одном моменте, для чего альшанец купил себе глушитель. В суде он продолжает прикидываться и рассказывать, что в силу своих умственных способностей не понимал, что именно покупает. Якобы ему требовал бы всего лишь дульный компенсатор и пламя-гаситель. Но совершенно случайно вместо этой цацки купил самопальный глушитель. Так вот, эта трубочка, которая прикручивается к дулу карабина вепри, ему нужна была для того, чтобы охотиться на волков. Странно, правда? Ежели еще можно понять с прагматичной точки зрения добычу для питания многодетной альшанской семьи мясо дикого копытного животного, то охота на волка, по крайней мере, я не знаю пока случаев, чтобы альшанцы употребляли в пищу волчатину. Не видел я, чтобы сельчане ходили в полушубках или шапках из волчьей шкуры по причине дефицита одежи. Не слышал я и о потравах волками на альшанских полях и в теплицах. Ну, не грызут волки усердно покропленную ядохимикатами альшанскую капусту. Не лазят серые хищники по парникам и не портят гурки. Не припомню я, когда последний раз в Столинском районе волки нападали на человека. Так для чего идти в лес и убивать волка? Ради развлечения? Мне кажется, что если провести сравнение поведения этих охотников в составе голодных волков, то по итогам той охоты прошлогодней это сравнение будет не в пользу человека. Ладно, это все лирика, а по существу, когда все встали, материалы пухлого уголовного дела в зал судебных заседаний едва принес с собой за один раз председатель суда Дмитрий Карасинский. Я не успел издалека пересчитать, но в бумажной стопке не меньше десяти томов, а может и больше, впрочем не важно. По моим наблюдениям Дмитрий Иосифович очень скрупулезно ведет судебное следствие. Он тщательно вникает во все нюансы уголовного дела, задает по ходу процесса много вопросов. Только на первый взгляд может показаться, что Карасинского интересуют несущественные детали. На самом деле, таким образом судья досконально восстанавливает общую картину преступления и роль каждого из подсудимых. Поэтому уточняет кто, что, кому, в какой последовательности сказал, кто, кому, какие действия предложил совершить и так далее. Ранее на других судебных процессах у меня сложилось такое впечатление, что для Дмитрия Иосифовича гораздо более существенными являются заключения экспертов и мнения специалистов. Впрочем, судья расспрашивал у подсудимых, сколько лет они охотятся, бывали они раньше именно в этой местности, назначался ли кто-либо из подсудимых руководителем охоты. Подчеркну, что ни один из вопросов судей не был праздным. Гособвинитель Галина Анатольевна Снюк. Как о человеке, о ней прекрасную заметку написала в 2019 году журналистка Лилия Гущин. Впрочем, такие журналисты, которые так пишут в Столинском районе, закончились. Это именно тот случай, по которому страдают многие сейчас и просят, чтобы я писал хорошие заметки, а у меня получается один негатив. Вот Лилия Гуща писала хорошие заметки, и ее уже нет. Перед подготовкой этого материала я еще раз перечитал тот текст о помощнике прокурора. Раньше Галину Снюк мне не приходилось видеть в судебном процессе. Сразу скажу, она была великолепна. Она лихо дожимала подсудимых своими вопросами. Адвокат Инна Тарелко даже не выдержала и попросила за своего подзащитного. Мол, дайте подсудимому закончить ответ на предыдущий вопрос. В свою очередь Галина Анатольевна начала протестовать и апеллировать к высокому суду, когда адвокат Тарелко задавала вопросы своему подзащитному и сама же на них и отвечала. Короче, очень интересный судебный процесс. Заметна состязательность гособвинения и защиты. Я, например, был в восторге, когда Галина Снюк слегка так повернула голову и с легкой улыбкой на лице спокойно и вкрачево спросила у подсудимого, а для чего вы поменяли колеса на квадроцикле? И тот сознался, что хотел заменить новый квадроцикл на более старый, потому что понял, что дело запахло керосином и грозит конфискацией. Мне рассказали, что в первый день суда Снюк так же здорово поработала с обвиняемым Трухановичем. Что касается адвокатов, то я уже упоминал об Инне Александровне Тарелко из Пинска. Ее хорошо знают в Столинском районе, это фамилия на слуху, у нас этот адвокат пользуется авторитетом и спросом. Тарелко бесспорно опытный юрист и уже успела наработать себе такую же популярность, как когда-то легендарная Диана Каханчик. Здесь тарелка защищает подсудимого Василия Гриба. И еще я обратил внимание на защитника подсудимого Дмитрия Трухановича. Звоя Зоя Дворок из Брестской коллегии. От Зои Михайловны тоже пышет опытом и, что называется, чувствуется порода. Активная и напористая. Из этого могу сделать вывод, что Дворок тоже отнюдь не дешевый специалист. Нынче в суде редко увидишь конфликт между адвокатами, которые защищают подсудимых подельников. Обычно линия защиты согласовывается заблаговременно, а вот здесь тоже случилось исключение. Дворок не выдержала и возмутилась, когда тарелка своими вопросами подзащитному стала нативно навешивать всех собак на Трухановича. Два адвоката слегка повздорили. Но это потом не помешало им вместе отобедать в ресторане «Горынь». Я перекинулся парочкой фраз Зои Михайловны на крыльце суда после обеда. А она подтвердила мне, что на самом деле потомственный юрист. А теперь о подсудимых. Двоих, Багана и Клочка, в зал судебных заседаний привозит к конвою. Сколько времени провели подсудимые под арестом в СИЗО номер 7 в Барановичах, я не уточнял. Но выглядят они, мягко говоря, не очень. И это понятно, ведь СИЗО отнюдь не санаторий. Клочка вообще утверждает, что перенес в СИЗО инсульт. Защита ходатайствовала истребовать из СИЗО медицинское заключение. Суд удовлетворил ходатайство. Я хочу подчеркнуть, что арестовали их отнюдь не золося. А арестованы они были из-за вот той трубочки, которая оказалась глушителем. Это гораздо более серьезное преступление, чем браконьерство. У Багана тоже нет на лице румянца. А от Труханович и Гриб приезжают в суд своим ходом, сидят вместе на первой лавочке. Что касается линии защиты, которую наверняка, посоветовавшись с адвокатами, выбрали для себя подсудимые, то она довольно примитивна. Мол, мы люди простые, деревенские, полуграмотные, поэтому не знали, как правильно и сколько можно застрелить. Докупенты подписывали, но не читали, доверяли и так далее и тому подобное. Странно, что защита не додумалась провести или ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы и попытаться выправить у докторов справки про умственную отсталость подсудимых. Вот это был бы, конечно, сильный ход. Почему завалили одного лося в так называемой зоне покоя, где в принципе любая охота запрещена, объясняют тем, что не бачили ориентиров и границы, поскольку объяснил один из подсудимых про карты, про топографические карты и схемы местности. То есть, говорит, возникла с ней, с картой проблема, потому что в айфоне, в айфоне файл с картой не открывался. То есть, не додумались к большому сожалению хлопцы, чтобы кроме квадроциклов, джипов, дорогостоящего нарезного оружия и оптики Сваровски, приобрести еще и самый бюджетненький туристический навигатор-трекер. Наверное, поэтому иногда и блудили в угодьях. Судья Карасинский внимательно слушал рассказы о том, как простецкие альшансы относятся к разным сопроводительным документам и так, как будто, между прочим, спросил у одного из подсудимых, помнит ли он хоть что-либо из правил охоты по итогам своего десятилетнего стажа. Короче, бестолковая, по моему мнению, линия защиты, однозначно, но адвокатам, судя по всему, виднее. Я смотрю, я смотрю, и так этот ролик получился чересчур длинным и утомительным. Не для нашего это народа, у которого уже превалирует клиповое мышление, заточенное на 30-секундные ролики в ТикТоке. Поэтому буду закругляться, хотя рассказать еще можно много чего. Чуть не забыл, после обеда меня позвал из зала суда приветливый милиционер и вежливо передал мне чью-то просьбу не присутствовать-то в открытом процессе далее. И я как будто даже ждал этого. Во-первых, такое внимание к моей скромной персоне мне очень сильно польстило. Предположу лишь, что далее должны были давать показания в суде должностные лица. Из Бреста приехал руководитель областной структуры БОР по фамилии Юргель. Ждали в коридоре своей очереди инспекторы охраны животного и растительного мира в камуфляжах. Но с ними приехал еще гражданин один в штатской одежде. И он такой был уверенный в себе дядька. И вообще там свидетелей было вагон и маленькая тележка. Кого предстояло заслушать в суде? Я планирую еще побывать лишь на оглашении приговора, чтобы рассказать вам эпилог или хэппи-энд. Мне кажется, что мы еще должны как минимум обсудить самое тонкое и щепетильное. В каком еще деле эти наши ольшанские подсудимые являются передовиками? Пишите в комментариях, стоит ли это делать или нет и почему. До новой встречи! Пишите побольше злобных комментариев. Мне они нравятся больше всего. Они меня очень сильно мотивируют. Без таких злобных комментариев я ленюсь. До свидания!